10 апреля день освобождения Одессы от фашистских захватчиков информационная служба седьмого канала и я максим малынов поздравляем наш город и всех его жителей с этим праздником в прямом эфире расскажем вам о том как отмечают в одессе 72 годовщину освобождения неизменно следует традициям военные моряки и морские пограничники почтили память героев защитников одессы одни из первых в честь 72 годовщины освобождения нашего города моряки спустили на воду цветы памятный венок и салют витая весь персонал сбройных сил украины со спиртство места одессы с днем вызвания одессы от немецких фашистских захватчиков и бажаю чтобы над одессой над украину завжди был мир на кораблях традиционно присутствовали уже опытные моряки и те кто только готовится встать на защиту морских границ украины в честь праздника возложили цветы к вечному огню в торжественной церемонии приняли участие ветераны чиновники и простые одесситы почтить память тех кто оборонял и освобождал наш город приехала целая группа байкеров и самые маленькие жители одессы мы очень благодарны за то что они защитили одессу жить свободно это очень хорошо хорошо когда никто не воюет как люди радовались когда освобождали одессу наш народ плакал эти слезы были радости с каким они энтузиазмом взялись восстанавливать город вы представляете очищали трамвайные линии вот это вот все восстанавливали торжественные мероприятия приуроченные к 72 годовщине освобождения одессы сегодня проходят по всему городу одно из центральных событий дня возложение цветов к стеле крылья победы на площади 10 апреля с утра там собрались тысячи одесситов ветераны руководства города и области далее репортаж сергея бандура холодная весна 44 к одессе подходят войска третьего украинского фронта вброд через тылую воду телегулского лимана после жестоких боев на окраинах города уставших замерзших бойцов ждет еще одно испытание в районе кирпичного завода воины увидели около 30 тел стариков и женщин всего отступая захватчики расстреляли около 400 мирных жителей из них 30 детей такой оказалась цена освобождения одессы почтить память этих событий тысячи одесситов вышли сегодня к мемориалу на площади 10 апреля здесь руководство города и области ветераны второй мировой войны воины афганцы участники а то и простые горожане несмотря на пасмурную как и 72 года назад погоду многие одесситы пришли на возложение с детьми и внуками 10 апреля это уже традиция то есть семейные у нас мои деды их прадеды и прапрадеды воевали то есть это в первую очередь память семейная память это праздник нашего города в целом наших людей поэтому надо помнить для одесситки александры 10 апреля семейный праздник отмечают его ежегодно вот и в этот раз пришла не одна дочки инна и даша еще не до конца понимают важность сегодняшнего дня но мама их учит правильно это день освобождения одессы от фашизма 10 апреля праздник для одессы самые почетные гости торжества конечно же ветераны с каждым годом их становится все меньше но они с завидным упорством достойным уважения не пропускают столь важных событий один из них полковник артиллерии иван попов сегодня он приятно удивлен сегодня вообще удивило что народу никогда еще на этой площади не было столько чем объяснить я даже не могу он освобождал всю украину от одессы до львова и сегодня в свои 90 несмотря на возраст и болезни пришел сюда почтить память погибших товарищей иван николаевич уверен это празднование объединяет одесситов а это по словам ветерана сегодня самое важное сергей бандур алексей пережилин 7 канал почти репамять освободители одессы и студенты моряки около 700 курсантов мореходного колледжа технического флота колонны прошли по улицам города начинали свое шествие от здания областной администрации далее двинулись через проспект шевченко к площади 10 апреля это наша дань памяти людям которые положили свои жизни при освобождении одессы и тем одесситам которые приближали этот праздник честно говоря за то что пройтись парадом по шевченко у нас определенные даже соревнования идет и радостно осознавать что для них это очень серьезный праздник это великий праздник меня дед участвовал в освобождении одессы я горжусь тем что учусь в таком колледже где чтят и празднуют такие праздники курсанты их преподаватели почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу крылья победы помимо моряков на площади было много простых одесситов которые за всем наблюдали целях безопасности правоохранители перекрыли дорогу за порядком следили десятки патрулей полиции и к другим новостям в субботу днем одесситы помогли задержать грабителя который украл женскую сумку из автомобиля в прохоровском сквере на крики о помощи отреагировали прохожие решили самостоятельно поймать злоумышленника стояло в машине бочки открывается дверь смотрю он вытаскивает сумку и убегал я за ним побежал он побежал я пока машину заклопнула и бежала сзади и он убегал и ребята вот здесь его закружили ножом он там вообще всех не подпускался в руках с ножом вот так отмакивался люди преследовали вора до конца пока не загнали его в тупик а вот убегая мужчина периодически пытался отбиваться ножом бойцы отряда особого назначения которые находились неподалеку также присоединились к погоне и за гаражами на улице 10 апреля поймали вора еще один населенный пункт закрыт на карантин из-за африканской чумы свиней николаевка видеопольского района находится между селами над лиманской и калаглия где уже были зафиксированы вспышки вируса и проведены все необходимые мероприятия в николаевке решили сработать на опережение по прямой 15 километров до порта до яичевского если не дай бог пойдет порт закроют это серьезный вопрос экономический вопрос чего мы собрались людьми поговорили в этом селе немного домашних свиней ну а всего планируют уничтожить порядка 80 животных жители больше беспокоит карантин который ограничил въезд и выезд чужого транспорта из села это не позволяет торговать редиской которая и кормит большую часть местных семей люди задали все вопросы отнеслись с пониманием я думаю что количество свиней небольшое буквально через сутки может быть и раньше закроем эту проблему по утилизации ну а после этого николаевки предстоит 40 дней карантина что касается редиски то ею разрешат торговать ближайшее время просто будут перегружать товар на блокпосту из одной машины в другую это касается только овощей вирощенных в парниках а за основные деклайки месяцев это уже пяти село я кидаю под карантин так четыре были спалихи в четырех селах савранскими районами роздельнянскими водеопольские два села так мы змушены были поддать село миколаевку под карантин для того чтобы безпечно доставить можливо было редьку в інши районы и областей украины чтобы забезпечить якошную продукцию и не вынесу хоробы с района в на решту территории ущерб людям возместят за счет областного бюджета из расчета 30 гривен за килограмм мяса покажена в есть на въезде в село по-прежнему находится блокпост там сотрудники правоохранительных органов осматривают содержимое машина спасатели обрабатывают колеса специальным раствором транспорт из других районов и областей не пропускают и еще одна важная дата сегодня в день освобождения одессы на восемьдесят пятом году жизни ушел герой украины борис литвак его называли гордостью и совестью города он основатель центра реабилитации детей-инвалидов о котором знают далеко за пределами страны сегодня ровно два года как не стало создать для дома с ангелом бориса литвака известный меценат говорил что добро нужно делать тихо так чтобы об этом никто не знал дом с ангелом борис литвак построил в память о дочери которую он рано потерял в этом центре много лет лечили бесплатно детей которых родители привозили со всего постсоветского пространства спасибо конечно очень большое борису литваку за то что он создал такой замечательный центр реабилитации благодаря этому центру очень многие дети выздоровели и выздоравливают вчера в одессе в 34 раз прошло велоралли 100 километров за 10 часов по поясу славы в этом году в мероприятии при уроченном ко дню освобождения одессы приняли участие более двух тысяч велосипедистов из страны белоруссии даже германии преодолеть традиционный маршрут захотели и многие бегуны подробности о том как это было в сюжете наталья костенко даша киевлянка сегодня на аллею славы приехала в полной готовности на голове шлем под ногами велосипед а на лице улыбка одесская велоралли 100 километров за 10 часов по поясу славы для девушки традиционный повод для хорошего настроения значит а каждый год мы с друзьями в начале апреля приезжаем на одесскую сотку в одессу вместе с девушкой в одессу приехали еще 20 велосипедистов из столицы многие не первый раз принимают участие в одесской велосипедисты а вот подруга даши тоже даша вступает в гонку впервые я впервые беру участие велосипедисты я рассчитываю доехать найти будинок где мы запомнились это план максимум на сегодня для меня маршрут велоралли традиционный максимум за 10 часов нужно преодолеть чуть более ста километров сначала по городу а потом по области через села мирная дальник великий дальник марьяновку молодежная и вернуться в одессу к мемориалу 411 береговой батареи кроме спортивных достижений участники ралли решили не забывать и об идее мероприятия мы всегда ездим среднем от 6 до 7 часов мы ветераны нам почти 70 лет поэтому абсолютно безразличные результаты как мы говорим с вами да вот для нас главное участие для нас главное поддержать то что было начато давным-давно помните это были еще 90-е годы когда начиналась соточка вот оттуда мы начинали и так и будем продолжать ездить ездить и ездить до тех пор пока будет сохраняться память для ради чего было это создано велоралли это еще один повод почтить память защитников одессы накануне 10 апреля дня освобождения города от фашистских захватчиков возложить цветы к памятнику неизвестному матросу и принять участие в соревнованиях сюда приходят не только велосипедисты но и бегуны у них свои условия преодолеть 100 километров нужно за 24 часа некоторых участников мероприятие объединило несмотря на проживание в разных странах мы из харькова из москвы приехали уже девятый раз принять участие в вашем переходе 100 километров за 24 часа мы приезжаем чтобы объединиться с хорошими активными честными людьми это основное в этом году ожидания организаторов мероприятия более чем оправдались велорали 100 километров за 10 часов по поясу славы обрело еще больший масштаб украина беларусь германия десятки городов и более двух тысяч участников каждый из которых преодолев 100 километров максимум за 10 часов становится победителем и получает свидетельство с указанием своей фамилии и времени которое потратил на весь маршрут плюс медаль но в этом году организаторы учредили еще один приз вот этот кубок от рекордсмена мира луполенко человеку который преодолеет дистанцию за два часа 10 минут и 18 секунд превысив мировой рекорд мой на треке повысив уровень мотивации возможностью получить еще одну награду участники выстроились на старте долгожданный звук прозвучал теперь главное не потерять регистрационный номер правильно рассчитать силы не забывать отмечаться на контрольных пунктах и победив себя финишировать на территории мемориала 411 береговой батареи наталья костынка валентин мир за 7 канал и пока на этом все мы продолжаем следить за развитием событий в одессе и регионе о том чем живет наш город 10 апреля более подробно расскажем уже меньше чем через два часа не переключайтесь ведь это наш город и ваш седьмой канал хорошего дня а